7 и 8 апреля в спортивном комплексе «Олимп» состоялся чемпионат Красноярского края по мини-лапте среди мужских команд. В них приняли участие 6 команд из Курагинского, Ермаковского и Назаровского районов. Соревнования состоялись после пятилетнего перерыва. В поселке Курагина проводим чемпионат Красноярского края по мини-лапте. Сегодня собрались сильнейшие команды Красноярского края. Этот турнир первый за последние 5 лет. Он является отборочным, можно сказать, первым этапом отбора на Кубок России в Тюмени по лапте. И также мы планируем в августе месяце делегировать сборную юниорского края в Республику Удмуртию на первенство России. Напоминаю вам, что лапта – это истинно древняя забава, национальный вид спорта. К сожалению, в последние годы он был запущен в Красноярском крае. Но надеемся, в этом году он опять наберет большие обороты. В этом году мы планируем провести 7 официальных кровьих соревнований по детям, по взрослым, по ветеранам. И надеемся, что в ближайшие годы мы добьемся хороших результатов на российских стартах. Руководитель Федерации лапты Красноярского края высоко оценил спортивный зал комплекса «Олимп», который, по его мнению, как нельзя лучше подходит для игровых видов спорта. Команды на площадке смогли проявить все свои игровые навыки. Мы отыграли первую игру. Соперники очень сильные. Я думаю, они хорошо готовились. И мы подготавливались, тренировались. Первую игру мы проиграли, но не отчаиваемся. Настраиваемся на следующую игру в планах выйти в кресты и побороться за места. Команда «Легион» из поселка Курагина, в которой играет Данила Дранишников, заняла третье место. А сам Данила признан лучшим игроком турнира. На втором месте команда «Монолит-2» из поселка Курагина игрок этой команды Владимир Дейлидов признан лучшим нападающим турнира. Отличная подготовка помогла одержать победу команде из Ермаковского района. Готовились мы упорно каждый день. Отрабатывали удары, передачи, тактические элементы. Вообще соперников нельзя недооценивать. Надо готовиться к любым ситуациям, что в мыслях надо представлять, выиграл я или проиграл. 9 апреля зал спортивного комплекса «Олимп» был отдан женским командам. Они также участвовали в чемпионате Красноярского края по мини-лапте. Три команды Курагинского района состязались за победу. Команда «Горняк» из Большой Ирбы заняла только третье место. Игрок команды Светланы Щербаковой признается, что подружилась с этим видом спорта не сразу. Лапту на самом деле я сначала очень не любила, но потом, когда я действительно начала заниматься, у меня начало все получаться, мне очень понравилось. Ну и мне как-то вдохновляет этот вид спорта. Ирина Сарахман играет в команде «Металлург» в поселке Краснокаменск. Эта команда на втором месте турнира. Меня позвала моя подруга, потом я очень увлеклась этой игрой. Это действительно очень интересная игра, особенно на соревнованиях, когда мы все вместе. Этот дух соперничества, он очень захватывает. И сама по себе игра, она очень интересная, и вот так вот меня затянуло, и я теперь вот на нее играю. Очень сильно хочу, чтобы мы победили, потому что я очень сильно люблю нашу команду. И знаю, что мы все можем, просто сейчас нужно немножко собраться. На первом месте команда «Феникс» из Курагина. В ней играют Анастасия Шевченко, Екатерина Шевченко, Кристина Пирожкова, Ульяна Еремина, Ангелина Туренко, Алена Пешеходова, Светлана Осипова и Валерия Чернезенко. Лучшим нападающим признана Ирина Родионова, лучшим игроком признана Ульяна Еремина. Как оказалось, все наши собеседники играют не только в лапту, они занимаются и другими видами спорта, потому что активное движение, спорт приносит им пользу, хорошее настроение и дружеское общение. Ну, спорт вообще много что дает, он мне дает хорошее здоровье, но это как еще мое хобби, мое увлечение. Я отрываюсь от всяких своих дел, забот. Занимавшись спортом, у меня появляется очень много энергии, мне хочется чем-то заниматься, развиваться как-то, то есть настроение улучшается. Мне очень нравится спорт, я занимаюсь не только лаптой, а еще и другими видами спорта, мне действительно очень нравится спорт, я в нем развиваюсь, мне приносит это большое удовольствие, большие результаты в моей жизни и я хочу дальше продолжать заниматься спортом. Конечно, спорт очень сильно помогает. Когда ездим на большие соревнования в Красноярск, Вачинск, очень много знакомств по всему Красноярскому краю, каждый раз куда-то поедешь, в город, допустим, можно встретить человека, с которым ты был на соревнованиях, пообщаться, вспомнить соревнования, хорошо провести время.